Привет, меня зовут Викли. И добро пожаловать в Браво Старс. Сегодня мы с тобой откроем новый омега ящик. Ииии да, теперь ты узнал как я выгляжу. С этого дня на моем канале чаще будет появляться видео с вебкой. Надеюсь, что тебе конечно же такой формат зайдет. Ну что же, мне уже честно не терпится открыть этот омега ящик, поэтому давай-ка поскорее начнем. Но перед началом, конечно же, не забывай влепить свой лайк, также обязательно подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, нажимай на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно же, не пропускать. Мне правда будет безумно приятно. Ну что же, все, не смею больше затягивать, мы начинаем и поехали. Ну что же, давай-ка наконец-таки перейдем в магазин и заберем наш заветный омега ящик. Ну что же, раз, два, три, и вот мы его по сути уже открыли. И первое, что нам выпало, это 1217 монет. В принципе, это начало неплохо. Дальше очки на Динамайка, в принципе, также неплохо. Тара, очки на Тару тоже неплохо, очки на генерала Габса. Так, пока что к очке на самом деле выпадает. Мне бы хотелось бойца, конечно, так, Шелли, Карл, что еще, Фрэнк нам выпал, конечно же, Мистер, и тоже очки. И это Нани, и все, жетоны, и больше ничего, а кристаллы еще. Ну, в принципе, я не знаю, более-менее. Я, конечно, рассчитывал на бойца, думал, что это открытие будет как-то покруче, если честно. Но не будем отчаиваться, в магазин-таки еще особая акция на мега ящик, как раз-таки мне хватает по вот этой вот валюте, не помню, как она точно называется. И давай-ка, пожалуй, также купим. Надеюсь, что здесь нам хотя бы что-то выпали. Итак, погнали, мега ящик, монетки, Шелли, Пайпер, ага, Джейсон, в общем, понятно, ничего нам такого крутого прямо не выпало. К сожалению, к сожалению, я, если честно, очень сильно хотел бойца, но не всегда везет. Окей, значит, что мы сегодня еще будем делать в Бравл Старкс? Мы уже зашли не просто открыть кейсы, у меня есть пару челленджей, которые я бы хотел выполнить. Поэтому прямо сейчас мы отправимся в одиночное столкновение, но потом еще какие-то режимы, где у меня есть квест. Ну что же, погнали, поиграем. Итак, ну вот мы уже и в игре, и я играю за Пенни. Как я уже говорил, мы играем в одиночном столкновении, здесь мне необходимо выполнить челлендж, а именно победить. Надеюсь, что у меня это, конечно же, получится, поэтому прямо сейчас пойдем атаковать этого мистера Пи, который тут очень-очень загадочно бегает. Скажи мне, чувак, что ты здесь вообще забыл? Это как бы моя территория, фига у него там, у него там куча сундуков, мне нужно их забрать срочно. Пострадать, конечно, что сделать, так, мистер Пи, мистер Пи, спокойно, у меня очень мало ХП, если честно, после этой битвы. Просто жарко бить, там еще Эдгар, ну, короче, понятно, походу мы не победим, потому что там Эдгар просто все забирает. Не знаю, честно, как с ним бороться, это просто какой-то ужас. Пять бойцов, еще целых пять бойцов, не знаю, честно, как мы здесь будем выигрывать, но я реально постараюсь, я реально постараюсь хотя бы хоть что-то продемонстрировать. Хотя бы занять там, не знаю, третье, второе место, как бы победные места, понятное дело. Не знаю, получится ли уже четыре бойца, кстати, уже четыре бойца, это меня радует, это меня прям очень сильно радует, поэтому нам сейчас нужно, конечно же, идти в атаку. Или немножко похолодить. Так, три бойца, все, мы, по сути, уже победили. Так, Эдгар, Эдгар на 13 сил, Эдгар на 13 сил, который меня, к сожалению, уничтожает. Окей, еще один матч за Пенни, и еще один матч в одиночном столкновении. Посмотрим, что же на этот раз у меня получится, я надеюсь, что я хоть кого-то заберу. Хотя у меня челлендж, по сути, только побеждать, поэтому мне не надо особо кого-то убивать, да, будем как бы такими пассивными игроками. Но по возможности, конечно, постараемся забрать, допустим, этот Леончик на меня тут бежит, очень опасный челик, очень опасный. Так, кстати, можем его сейчас постараться убить, но куда он спрятался, скажи мне? Не, слушай, отсюда нужно поскорее сваливать, там и Сэм, и Леон, в общем, какой-то реально бред. Так, давай уйдем, пожалуй, куда-то вот сюда, ага, там еще у нас внизу есть битва, это Байрон. Байрон не такой уж сильный персонаж, поэтому его, в принципе, можно постараться завалить, он меня уже отравил, спасибо большое. Еще тут на меня сзади Леон бежит, что же за фигня такая, помогите, пожалуйста. Я там вижу нас бегает робот, я забыл, как тебя зовут, чувак, извини, пожалуйста, мне тут и Леон, я просто тут все зажимаю, что за фигня вообще. И, кстати, там битва, у них тут битва, здорово, здорово, ооооо, ееее, это было круто. Мы забрали, так, ставим нашу пушечку на тару, все, и как бы сейчас, смотри, пушка, пушка просто уничтожает, и мы ее забрали, прикольно. Итак, мы в центре нашего поля, сейчас пойдем за Байроном, за вот этим вот, что ты здесь делаешь, на, получи и получи. Ой, хорошо, слушай, мы из такого положения выкрутились, да, у нас вообще не было, получается, баночек, мы спаслись от Леона, мы спаслись от того робота, мы спаслись от всех, по сути, и забрали кучу баночек. Так, сейчас еще походу сможем победить, если нет, так, Калет будет безумно, и там еще внизу Сквик бегает. Да, уж пока что не очень, опа, 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 здорово, так, хоп, хоп, и давай третий, 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 пожалуйста, есть, встанем нашу пушечку, и ух, ух, дим, нет, 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 обидно, третье место могли забирать первое, могли реально забрать первое, но так уж получилось. Окей, значит, я решил рискнуть и пойти сыграть за Байрона в захвате Кристалл. Хотя, если бы я пошел за него изночного столкновения, вот это по-настоящему был бы риск, потому что Байрон, как я сказал, не такой уж сильный персонаж, если честно, для меня он вообще слабый. За него я никаким образом, к сожалению, не могу убивать, я так понимаю, что он больше предназначен для командной игры, их меня уже завалили, пожалуйста. Вот честно, за него у меня игра совершенно не идет, кстати, тут Фэнк бегает, а в принципе можно его забрать, но нет, он меня просто с одной тычки убивает. Вот реально, Байрон, он служит чисто для того, чтобы, не знаю, лечить своих сокомандников, кидаться всякими штуковинами, потому что у него очень-очень-очень-очень-очень-очень-долгий процесс убийства, или как это в шутках называется, time to kill. И, конечно, меня это не сильно того же и радует, поэтому нам сейчас нужно, я не знаю, о, я хочу, я забрал генерал Гавса, нифига себе. Нифига себе, генерал Гавс, конечно, дает, так, еще сейчас этого Фэнка заберем, фига, подожди, я начал убивать за него, чего? Я начал убивать за этого персонажа, видимо, за него нужно учиться просто играть, чтобы убивать, но я этого, как бы, до этого дня не делал. Мы, кстати, уже проигрываем, нам нужно как-то, не знаю, нам нужно забрать кристальчики, постараться, хотя будет и команда для приличия, там, не знаю, опа, так-так-так, генерал Гавс, есть, забрали еще одного. Вот чисто, я умер и забрал, успел забрать персонажа, вот этим вот меня, кстати, Байрон немножечко привлекает, то, что ты, как бы, наносишь хит, и через время персонаж может от твоего хита откинуться. Но все равно к этому персонажу у меня особо симпатии нет, к сожалению, но мы сейчас, кстати, можем опять откинуться, мы опять откинулись, ничего страшного, наша команда вроде бы там справляется, у нас команда реально сильная, нет. Генерал Гавс, слушай, вот что ты здесь делаешь, ты выигрываешь, нафига я тут бегаешь нашибайся, сейчас я его заберу, отлично, и мы, походу, сейчас проиграем, мы, к сожалению, проигрываем, на уж. Мы, кстати, даже челлендж выполнили, победили врага 30 раз, прикольно. Еще одна попытка для Байрона, постараемся сейчас выиграть. Я, конечно, в этом не очень-то лучше уверен, хотя вроде бы команда у нас достаточно сильная, так просто буду стоять из-за кустов, здесь нужно своих челиков лечить, я, да, их могу лечить. У нас, по сути, в команде два хиллера, это я и вон там вот еще, Пэм, по-моему, ее зовут, и просто шарик меня прилетел, просто шарик меня забрал, спасибо. Я вижу снова нашего Тика, он вообще обнаглел, он бегает прямо здесь, в центре поля, по идее, за Тика ты должен стоять где-то в кустах далеко-далеко и закидывать гранатами все поле. Но нет, этот Тик, он мега самоуверенный и выходит прямо на центр нашего сражения. Я, кстати, тоже это сейчас сделаю и я, ой, не попутился, нифига я успел забрать. Вот опять Тик бежит, куда ты бежишь, молодец, какой меня забрали опять. Ну, кстати, выигрываем, мы выигрываем, я, я в шоке, сейчас заберем эту Джейси, хорошо, не мы ее забрали, но да ладно, так, стреляем, стреляемся, хоп-хоп-хоп, туда еще закидываем эту штуковину, у нас просто всех, этот, забирает Кольт. Кольт реально красава, Кольт красава, она будет просто своих тиммейтов лечить, ой, сейчас было очень опасно, и мы победили, мы победили. Ну что ж, вот такой видосик по Бравл Старсу у нас сегодня получился. Мы открыли омега ящик, честно, я ожидал немножечко большего, но что получили, то получили. Очень печально в самом-то деле, что все ящики из игры уходят, но, как ты знаешь, ящиков в будущем Бравл Старсу больше не будет, и что получит персонаж, придется донатить. Вот такие вот на данный момент у нас обстоятельства. Что могу сказать еще? Конечно же, подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, также ставь лайк, если ты его еще не влепил, ну и нажимай на колокольчик, чтобы новенькие удосики, конечно же, не пропускать. Ну а с тобой был я, Твикли, это был Кукушка Бравл Старс, и не прощаюсь и говорю, до новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok